Белая рубашка, классические брюки, обувь и школьный рюкзак – это далеко не полный чек родителей, собирающих своих детей в школу. Ученики начальных классов быстро растут. Покупать новую форму приходится каждый год. Обычно мы берем блузки, юбки, заколочки, ну что еще, колготки, брюки как-то брали пару раз. Зависит, конечно, в каком магазине одеваешься, обувь покупаешь. Ну так, наверное, около 20 тысяч в среднем где-то так выходит. Чтобы поход по магазинам перед первым сентября не ударил по семейному бюджету, эксперты советуют обойти несколько магазинов. Бывает так, что выбор один и тот же, а вот цена может оказаться на порядок выше. Она также зависит от пола и возраста ребенка. И, конечно, в магазинах, если позволяет кошелек, можно приобрести брендовые вещи из самых новых коллекций. Если говорить о подготовке к школе девочки, то средний чек на девочку, наверное, скорее всего составит тысяч 6-7. Там можно в этот чек включить и юбочку, и брюки, и 2-3 блузочки, и сарафанчик. Ну и, конечно, для девочки сопутствующие товары. Это красивые заколки, резиночки, колготки и гольфы тоже. Все здесь можно одновременно приобрести. Опытные родители советуют заглянуть на рынок. Аренда торговых точек не обременительна. Продавцы могут позволить себе снизить цены и охотно торгуются. Эксперты говорят, что выбор школьной одежды намного больше в начале июля. Зато в августе покупатели порадуют щедрые скидки. В среднем комплект школьной формы, включающий в себя обувь, брюки, рубашку и пиджак, может обойтись родителям в 4 тысячи рублей. Консультанты советуют выбирать универсальные вещи, приближенные к классике. Я бы, наверное, порекомендовала брючки. Вот такие вот. Они самые продаваемые на сегодняшний день. В чем преимущество их? В том, что они идут не классика, но и под классику. Многие мамочки сейчас не хотят одевать и дети, в том числе, классику. То есть ее нужно гладить, стрелочки выглаживать. А эти брючки, они выглядят как классические, но без стрелок. Однако не все могут позволить себе новую школьную форму. В Анапе действует ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». В рамках проекта, организованного Центром социального обслуживания населения, любой желающий может оказать посильную помощь анапчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На базе ярмарки «Вторые руки» специалисты Центра принимают детскую обувь, школьную форму и рюкзаки. Подхватили эту идею и некоторые предприниматели. На улице Крымская 100А собирают детские вещи. Их бесплатно отдают семьям, стоящим на учете, чтобы подготовить их детей к новому учебному году. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.